16.30. Для нас фестиваль воды Фонтан Рошен. 6 сентября августа 2023 века. 16.30 время. Так я запомнил футбола. Нива Звядель 4.7. Рахунок с удочками в поле. И решил так посмотреть, оценить, показать, поделиться этим видео. И порыбачить, если получится. А вот такого не было. Вот только что он работал в простом режиме. И сейчас начал лежать стройками для зрителей Андрея Ешко. Пожалуйста. Красиво. Хотя представлений сейчас уже нет. Возможно два года. А заключительный концерт фонтанного музыкального представления был в 2021 году. И я на нем был онлайн. сделал. Вот так сложилось. Так получилось. Я с моря приехал. Моя мечта была показать прямую трансляцию онлайн. И она есть. Найти. Я вас прошу с удовольствием. Сделаю ссылку здесь в комментариях. А то меня сложно бывает найти. Так. Ну и вот так выглядит сегодня видно, что жарко. Очень даже жарко. Плюс 33 уже второй день. Представляете? А до этого дня два назад был дождь сильный. Так что климат замечательный. Для жизни, отдыха, огорода, урожая так же. Так. Я конечно на ровере хочу все показать. Рассказать такой обширный научно-познавательный репортаж. Опять же. Вот. Ну. Акцентировать на фонтане. Конечно. Красиво. Когда такие веселые струйки нас радуют. Правда? Особенно лето. Просто чудо. Так. Мы находимся в центре. Это так же тут прокат катамаранов у нас рядом. Это та же фирма, что и на Вишенском озере. Тут все знакомые ребят. Так же. И очередь почти так же есть там. Сегодня, правда, свободно еще. В неделе выходной день. Так. С удовольствием. Людей не много. Прогули. Прогули. Здесь. Райный мост. Это остров Кэмпус. Здесь был мост. Люди переходили через него и пряжа доиграли на острове. Но сейчас уже к сожалению так же это было прикольно. Интересно. Фишка в городу так же в том числе. Так. Онлайн трансляция футбольной встречи. Ютуб Андрей Орешек. Посмотрите. С удовольствием. И так красиво. Хочется там, да? В эпицентре воды побыть. Тут вот кто на катамаранах подъезжает поближе. Их так вот такая струя пыльца водяная. Так. Это хорошо наблюдать. Освежает катамаранность. Действительно здесь место так же хорошее. Но правда транспорт здесь чуть проезжает и чуть неудобно. Надо пешком дойти. Так. Или на ровере. Так. Как я. Я с собой уже взял удочки. Но я смотрю, что ни одного рыбака нет. Что-то мне даже как-то и пробовать не сильно хочется. Во-первых, в первую очередь мне хочется окунуться и поплавать. Это першу чергу. Потому что, ну, во-первых, с футбола там хоть я и в тени был, но жарко тем не менее. Поэтому хочется окунуться. Здесь на Можлы. Потрачу время чувствовать. Ну, и там коллектив. Компания есть. Рыболовная. Дружбаны. Поэтому я с манкой все с собой приготовил. Все сделал. Уже, наверное, приеду спокойненько на Вишинское озеро. Любимое, родное. Сюда мы обовязком прокатимся, возможно, с Николаем, рыбаком более десличенным, который вчера был на Вишинском озере. Ловили. Но не было клево так же. Вот, к сожалению, даже мы не поймали никого. Хотя все равно интересно, весело. Так. Прогулочный катер здесь есть. Я еще на экшн-камеру сейчас также сделаю съемку. Это в оригинальном виде будет чуть попозже видео. Это пораньше. Также прогулочный катер вот не складывается у меня с ним, потому что он не останавливается сейчас в Сабарове, а делает круг и дальше возвращается. Мне бы хотелось еще в Сабарове выйти там порыбачить, но, к сожалению, не складывается, не получается. Так. Запах конфет у Рошен-фабрики конфетная есть. Красиво, да? Не слышим, я его чувствую. Особенно вот ветерок подгоняют. Но красиво. Фонтан действительно должен, да, работать. Механизмы там такие очень дорогие. Прочитайте историю, там много всего. Красиво, да? Здорово. Этого обязательно. Фонтан включают. Но представлений нет. Таких уже. Никогда не переехали. Я вас слышал и когда заправиться тоже непонятно. Легкий ветерок. Так. Есть легкий ветерок. Ну и видим эти те самые трибуны. А то обычно в вечернее время их показывают. А вот сейчас днем. Как все продумано красиво. Тысячи и миллионы Петро Порошенко. Это основатель Рошен. Здесь вложено в эту набережную Рошен. Ну, правда, чуть подальше там уже не так. А на той стороне все как и было. То есть не очень красиво, хорошо. И, ну, так оно все смотрится, конечно, чудесно. Так. Надеюсь, все понятно и доступно. Правда? Здесь, пожалуйста, по правилам, сегодняшний день в неделю. К этому рамосу. Вот и есть, да. Интересно так. Многие тут останавливаются и плячутся в жары. Жара, жара, лето, лето. Неужели подходит к концу сегодня? Шестое. И так быстро эти дни пролетают. Все хорошее, конечно, очень быстренько. Так. Ну и такая информация, конечно, не очень для меня. Восьмого числа уже, представляете, уже 40 дней, как нет по пуле. Конечно, планирую сделать прогулку нашими дорожками у дома, где мы с папой гуляли. Там есть кое-какие изменения. Также в честь, дань памяти по пуле. Вот уже 40 дней прошло время. Идет еще. Так встречают на улице, спрашивают даже, как по пуле. Говорю, вот так уже. Опять по пуле. Длительное уже время все-таки. Этого. Жизнь продолжается. Ну и пытаюсь смотреть только вперед и с надеждой. Ой, смотрите, по-другому. По-другому уже буквально, да. Меняется режим. Так что красивая обстановка. Спортивные трансляции планируются также. Это хоккей 9-12 серпня. 27-го триатлон Винеса. Пока так предварительно не связывался. Ну, я думаю, что без изменений Орешка в команде будет участвовать. По крайней мере, хотелось бы мне. Я думаю, что все будет лучше. Давайте, затягивать не буду и уже бегу, лечу на Вишинское озеро. С вами горячка с любовью и душой из сердца в Виннице. Центр. Центр, да. Место над Бугом. Перлено-Подилля. Жемчужина-Подолье. Так, и вот сейчас действительно такое знаковое место. Я здесь, наверное, уже, хоть Бог, наверное, не был. То вирус, то с вирус. Когда футбол, тут можно параллельно все посмотреть и оценить. Правда? Ну что, вот такое действительно шикарно, как всегда. Чудесный, солнечный, теплый день. И даже телевышку вот видно, да, присмотреться вот туда-туда. Это уже вишенка, вишенка, лесопарк. Рядом с баней там уже все. Так что, видно все в сердце на завжды бывших венчан не бывает. Также это велопешая прогулка. Также такая вот с горишком на ровере. Хорошо, дорогие, счастливо. Я с вами. Так. Такая пауза делается тоже. Чао-чао, до встречи, до побачивания всего всего всего. Хорошо.